откуда мы знаем что желтые точки не красные о чем это ты откуда известно где человеческий фактор а где природные колебания всем привет вы на канале крипто комманс и сегодня такой небольшой обзорчик больше философский по биткоину по эфиру собственно сейчас обсудим что самое главное в трейдинге но перед этим давайте взглянем на пару мемчиков вот например смотрите как себя сейчас чувствуют крипто лангисты или крипто лангусты назовем их так спокойно невозмутимо да и криптоход лиры в принципе тоже сохраняют спокойствие чтобы лодка не затонула потому что если начинать кипишевать то пойдешь сразу носом ко дну вот и говоря про морскую тематику сегодня в телеге запостил вот такой вот мемчик и в твиттере тоже у нас поэтому обязательно подпишитесь к нам и в телегу и в твиттер вот такой вот мемас олдовый как говорится анекдоты новые пишет тот у кого старые плохие ну да ладно чё про дэш дэш действительно у нас когда-то стоил 1600 и с этой точки зрения он сейчас неприлично дешевый и всем тем кто спрашивает гринни чё с дэш просто открывайте coin market cap смотрите что у нас годовое значение сейчас даже на экстремальных лаях то есть у нас highball 284 средний за год и смотрите что действительно он был на 1600 и потенциал ну просто пипец какой огромный так что 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 с дэшем делать конечно же да накапливать еще больше по таким ценам не продавать же внизу рынка правильно вот теперь по поводу биткоина моего вчерашнего видео торгового сигнала собственно все остается в силе посмотрите мы по битку дорисовываем с вами второе плечо и самое сложное трейдинге ребята это просто сидеть на жопе ровно сидеть и ждать и ничего не делать причем как находясь позиции так еще сложнее не находиться в позиции тоже да вы замечали же наверняка что большую часть своих позиций вы бы хотели отменить назад если можно было вернуться и просто в них не заходить правильно потому что реально хороших профитных позиций достаточно ну у кого как но в целом несколько в год может быть шикарных профитных позиций и все остальное это просто как беговая дорожка по которой ты бежишь она тебя назад сама относит ну как белка в колесе мы крутимся как хомяки а на самом деле просто нужно делать всего несколько сделок и сейчас на мой взгляд ребята естественно 1000 дисклеймеров не финансовый совет на мой взгляд у нас сейчас зреет сделка года в лонг потому что такая экстремальная перепроданность такой сентимент рынка вот посмотрите по битку у нас с вами есть такая разворотная формация вот здесь вот как раз где образовалась голова на часовике у нас тут еще и желтая точка откуда мы знаем что желтые точки не красные это локально говорит нам о том что будет сильный отскок сейчас куда-то туда район там 24 25 а то и выше а более глобально на дневке мы видим что мы вообще просто находимся в глубочайшей перепроданности и как мы уже с вами говорили это уровень 78 по фибоначи который является критической поддержкой сейчас для биткоина если он не удержит то просто это скам вообще это за дно ну ладно не будем повторяться и я так смотрю сейчас очень многие ждут на самом деле в комментариях в чатах очень многие ждут цен ниже и хотят закупиться ничего вам это не напоминает мне это напоминает вот этот вот случай когда тоже очень очень многие ждали цен пониже чтобы закупиться вот здесь вот смысла в этом никакого манипулятору нет точить сразу туда и давать легкую прибыль и говорили что биток идет на 14 и так далее что произошло мы все с вами знаем биток улетел на 69 и тому подтверждение это все те же умные лонги на битфи ники посмотрите тут уже я вынужден повториться ребят потому что это важно просто посмотрите эти умные лонги достигают своего пика обычно на дне рынка после чего начинается рост и они разгружаются потом снова начинается падение они загружаются и сейчас у нас с вами рекордный просто all-time high лонгов на финики спотовых маржинальных лонгов не фьючерсных и all-time low цены за последние ну год точно поэтому вот эта четкая дивергенция думаю она превратится скоро в конвергенцию но я об этом вам говорю постоянно ребята если вы меня смотрите поэтому ничего тут не меняется еще раз говорю самое сложное это сидеть и ждать и не дергаться и не переобуваться на лету постоянно не если вы скальпер конечно то переобуваться вам надо вы можете забрать там миллион раз это движение в узком диапазоне но в целом посмотрите-ка rsi нарисовал двойное дно выходит из перепродности дивер цена неприлично низко опущена уже поэтому что я делаю я продолжаю держать свой лонг на отскок ребята как всегда открыто показываю что делаю по эфиру тоже добираю немного лонг потому что вижу формацию вижу что будет пробой но знаете что самое важное почему не стоит брать очень большие плечи на такой он вроде бы движение очевидное да как бы мы полетим туда но проблема в том что если вы возьмете слишком большое плечо то внутри этого движения наверх может быть вот такой вот резкий сквиз с последующим сразу же выкупом с такой тенью и вот вы не хотите чтобы вас ликвиднула на таком сквизе правильно а мы с вами знаем как биток как эфир растут они растут сквизами вот посмотрите даже тут поэтому не стоит перебирать плечом и всегда нужно контролировать свою цену ликвидации лучше уж подождать и реально если вы хотите добрать побольше позицию лучше подождать сквиза поставить ведерко чтобы там вам налило и средняя цена входа была лучше это что касается разумной тактики ну а так в принципе чё тут по моему все понятно что мы идем закрывать вот это вот падение собственно об этом вам и хотел сказать сумма стаканов достаточно ровная формация разворотная видно что иссякает сила продавца уже в моменте и намечается хороший бычий импульс то есть ну явно здесь закругляющаяся такая формация в виде дна и реализованные убытки конечно же мы видим что реализованные убытки спустились в зону капитуляции посмотрите и майнеры капитулируют то есть если мы вот так проведем здесь трендовую то мы видим что здесь нижняя граница реализованных убытков все время растет как и верхняя граница реализованного профита то есть мы в таком сужающемся диапазоне показываем динамику так что в принципе логично предположить что где-то вот сейчас уже плюс-минус нас должно развернуть и хорошенечко отбросить наверх как минимум даже если в рамках технического отскока candle wave четырех часовик пока еще не отсигналил на покупку но я подозреваю что он очень скоро это сделает поскольку на часовике у нас уже идет покупка с вами еще вот отсюда уже часов 10 как и на дневке тоже мы будем ждать подтверждающего сигнала но когда он появится цена уже будет скорее всего гораздо гораздо выше да цена уже будет скорее всего 22 23 тысячи когда загорится сигнал на дневке ну и опять же очень бычьи новости ребята когда вы видите из каждого утюга вот такие вот заголовки что аналитики допускают что биткоин упадет до 10 тысяч мне все сейчас звонят пишут говорят слушай а правда что биткоин упадет там до 11 там тысяч или до 10 я говорю блин чувак никто не знает будущего но когда все чего-то ждут это не происходит глава фрс тоже вот у нас джерем паул наш любимый говорит что пристально они следят за всем что происходит сфере криптовалют еще бы как же тут пристально не следить за такой бурно развивающейся отраслью потом вот такая новость еще всплыла что сша завели уголовное дело против сизова и против бинанс по ходу по статье отмывания денег там с даркнетов и так далее ну собственно наконец-то поэтому ребята я думаю что идея долгосрочная с шортом bnb как минимум btc очень даже актуально не прямо сейчас на всю котлету олынить но в целом долгосрочно еще раз вот вам перед вами график bnb к битку именно bnb к доллару то он уже как бы в даунтренде да и не переписал high то есть тут конкретно медвежий рынок с отскоками но туда а bnb к битку кто не видел моё видео кстати как зашортить bnb к битку или даже к дэшу или к лайткоину и другой любимой вашей перепродной криптовалюте сейчас она появится там сверху посмотрите прямо на бирже бинанс цинично можно одолжить bnb цинично можно одолжить bnb под конский процент правда там 108 годовых где-то но если поймать именно движение плавно загрузиться плавно разгрузиться то я думаю что это будет шорт года тоже этого ребята на мой сугубо субъективный скромный взгляд вот ну а так чё напоминаю вам что осталось всего три дня до конца регистрации на состязание wsoot на наш любимый бирже bybit вы можете вступить по ссылке из описания по первой ссылке из описания тыкайте переходите в нашу команду нас уже 190 человек друзья и наш слоган покупаем просадку и плавно разгружаемся на росте собственно что мы будем делать 193 уже нас человека так что поторопитесь успеть в первые две сотни и собирайте дополнительные плюшки торгуете как обычно на этой бирже но плюс тут еще есть ежедневная лотерея и вот такие вот всякие бонусы которые можно собирать вот ну а тот кто троллил вчера мой экстренный выпуск когда примерно вот здесь я его сделал и цена пошла вниз а нет вот здесь вот я его сделал и цена пошла вниз все горели ну вот гриня опять короче развернул рынок теперь посмотрите на это в отдалении мы просто дорисовываем второе плечо и похоже что собираемся идти к нашей цели поэтому я докидываю еще понемногу на эту позицию если вы не знаете как торговать на бирже bybit можете посмотреть наш обзор сейчас он появится у вас вот там сверху очень понятный подробный обзор за 10 минут всего от а до я вообще все весь функционал этой бирже вот ну дисклеймер естественно ребята торговля с плечом это очень опасная история если вы не понимаете что это такое лучше вообще в это не лезть сидите на споте аккумулируйте btc складывайте на холодный кошелек и держите его в долгую потому что ребята я напоминаю что bitcoin это лучший хедж от инфляции и те кто не понимают этого и думать что краткосрочная волатильность там коррекции на 85 процентов за год и так далее это признак того что этот актив не является лучшим хеджем от инфляции просто посмотрите вот на эту таблицу возвраты биткоина за 10 лет золото и smp 500 и вам самим все станет понятно и ясно я надеюсь что но может и к лучшему то что не дано большинству это осознать и понять не дано они до сих пор будут думать что это спекулятивная история что это там ммм пирамиды и так далее будут все время продавать дешевле чем купили что сейчас и происходит посмотрите экстремальный медвежий сентимент по вот этому индикатору боффа bull and bear индикатор это типа страха жадности он еще первый раз упал на ноль он упал на абсолютный ноль то есть эта территория покупок где нужно покупать когда все экстремально помедвежий настроены ждут более низких цен и продают дешевле чем купили те кто сейчас залетали по 69 там они сейчас продают по 20 хотя хотели купить по 30 по 40 а умные люди сейчас покупают надо это понимать и будут продавать когда все будут экстремально побычи настроены и это самое сложное собственно на рынке что нужно делать нужно отличать себя от толпы которая делает все в убыток себе понимаете это самое сложное так на словах все очень просто я говорю а на самом деле очень трудно вот даже сейчас да правда покупать на этой просадке когда все говорят мы пойдем еще ниже мы упадем там до 14 до 11 тысяч или до нуля самое сложное взять себя в руки и покупать и также самое сложное на верхушке продать поэтому еще раз говорю дисклеймер не финансовый совет но по-моему bnb сейчас находится на своей ну как минимум локальной на ближайшие пару лет к биткоину но верхушки так что вот такие сегодня мысли и помните что мы с вами в одной лодке ребята спасаемся с этого тонущего корабля также известного как фиатная долларовая система и фрс сша которые всех сейчас так пугают вы поймите что фрс сша вообще никакого отношения не имеют к биткоину биткоин чихать хотел на фрс сша и на печатный станок доллара наоборот хорошо что они отпечатывают что они сами себя скамят просто вот а тут дело времени ребята когда мы выйдем из этой ситуации победителями я просто помню 2016 2017 год на меня смотрели как на сумасшедшего все 2021 уже спрашивали как с экспертом разговаривали чё там как куда инвестировать это цикличная история и все повторяется на круге своя вот у нас хоронили уже биткоин и по центу и по 200 баксов и по 4000 и по 20 и по 100 тысяч тоже будут хоронить люди не меняются так что такие вот дела я думаю пора заканчивать этот обзор вот почаще отдаляйтесь и смотрите где сейчас находится цена в какой зоне там где вам как раз страшно покупать эта зона покупок там где страшно продавать жадно продавать эта зона продаж ну и все всем профит роли хорошего настроения скоро увидимся пока а